Привет, ребята! У меня очень странная прическа, но она очень модная и молодежная. Сегодня мы со Славой пойдем на вечеринку, закрытую вечеринку Кати Адушкиной в честь ее нового альбома. Вечеринка будет проходить в клубе. И вообще-то в клубы не хожу, но сегодня мы сходим. Посмотрим, что за тусовку устроила Катя. А сейчас мы поедем в торговый центр, потому что завтра у нас будет еще одна тусовка, и нам нужно к ней подготовиться. Ну и просто пошли, походим, может, денег потратим немножко. У меня вот такие вот сережки, такое же колечко. Короче, это просто какая-то бижутерия, хотя вот здесь у меня брюльонт. Ой. Ну, короче, у меня классный лук, я нарядилась как следует, но вы его пока, правда, не видите. Погода хорошая, 10 градусов. Я очень радуюсь тому, как все становится тепло, что нет дождя, нет слякоти. Да, есть какая-то грязь, вон там где-то лежит, но ее немного. Вчера у меня была очень классная фотосессия, я безумно жду фотки с этого фотосета. Субтитры сделал DimaTorzok У меня было два образа, лука, стилист. И, то есть, у меня были разные прически, две разные прически. Одна из причесок была вот такая же, только были распущены волосы, и они были тоже такие, типа, с легкой волной. Я ее повторила, но Слава решил, что с хвостиком я выгляжу более дерзко с такой прической. Поэтому посмотрим. Пока вот так, может быть, распущу, фиг знает. Так что вот такие вот новости. Я уверена, что вам интересно, что же там с деньгами, вернулись ли они ко мне. Я вам обязательно об этом расскажу в этом блоге. Много разных ситуаций произошло, но меня даже подписчики успели обидеться за то время, пока я не поднимала эту тему здесь на Ютьюбе. Потому что я ее хорошенько обсуждала в телеграм-канале своем, и расскажу лучше попозже. Так, ребята, мы доехали. Я уже распустила хвост. Мы точно ненадолго, потому что у меня болит башка, и я хочу кушать, поэтому не знаю, как получится. Но как-то получится. Мы припарковались чуть подальше, чем нужно. Поэтому сейчас идем пешочком, но погода офигенная. Просто я иду расстегнутая. Вообще нет ни ветра, ни капельки ветра. В идеале потом покушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребята, мы уже ушли с мероприятия, как вы могли заметить. И мы, на самом деле, не очень долго там были. Я знаю, что такие мероприятия делаются для того, чтобы люди пришли, потусили и так далее. Не знаю, у меня такая политика, типа, я не люблю тусоваться, я не тусовщица, я прихожу, чтобы уважить. У меня очень сильно болела голова, и не было с собой таблетки. И я, как бы, в принципе, знала, что, скорее всего, мы скоро уйдем, и ненадолго. Мы потусовались. Ну, где-то часа полтора, наверное, мы бы были. Вот, и потом ушли. Мы доехали до центра, но мы и так в центре находились, 10 минут, чтобы покушать, потому что безумно хочется есть. И сейчас поедем домой. То есть прям, ну, не будет такого, что мы будем сидеть в ресторане. То есть через минут 20 сейчас нам еду принесут, и мы сразу поедем домой. Конечно, мы пропустили много выступлений, которые хотелось бы посмотреть, но завтра у меня ресницы, еще мероприятие, и, как я сказала, у меня болит голова. Я думаю, что Катя не обидится то, что мы так скоро ушли. Мы все равно пришли. Я поснимала вам немножко. С кем я виделась, рассказываю. Ксюша Хукман. С ней мы виделись, обнялись, поцеловались. Мари Сэн с ней тоже обнялись, поцеловались. Я видела, что мне писали, я это в своем телеграме уже обсуждала, что Маша сказала на пушке, что я ее вдохновила снимать видос. Она увидела мой канал и подумала, блин, типа, тоже буду снимать, типа, чем я хуже. Вот, и я ей сказала сегодня то, что мне очень приятно, что я ее вдохновила на какой-то процент, чтобы она начала снимать ролики. Вот, а потом кого я видела еще. Халберов, конечно же, я видела. Карину в соском видела, причем я не ожидала, что Карина придет, потому что завтра они улетают. И мне казалось, что она не пойдет. А, они пришли, молодцы. Кого еще? Ну, Даня Милохина. А, Милохина, ну, я с ним не знакома лично, поэтому... Много было классных ребят, тиктокеров много видела. Тех, с кем не знакома лично, конечно, но узнала именно из тиктока. Прикольно. Да, я не тусила общицы, я не знаю, я не могу так тусить. Я никогда так не тусила. Даже когда мне было лет 16-18. Не бою, Эйда. Ювина. Кажется, голова начинает пропадить. Короче, суть не в том, что я старая. У меня просто другой темперамент, я не знаю. Я себя чувствую ни за что неловко. Просто мне не хочется танцевать. Даже если музыка мне очень нравится. Я в машине офигенно танцую, ну, как на мероприятиях, ну, не знаю. Скромная я, что я не люблю вот это. Так вот мы сидим кушаем, у меня хачкури, у Славы шашлык с виной с картошечкой. И вот эту капустку я люблю. У нас поздний ужин, да, немножечко картошки куда-то поставить на место. Сегодня мы со Славой были в ДЦ. Дома покажем покупочки. И к нам подошла целая куча людей. Толпа, да. Ну, не прям толпа, но, короче... Много, сотен, тысяч человек. Суть заключается в том, что мы были в маске, конечно же, в масках. У каждого своя. Да, Юля намекает на то, как они нас узнали. Я объясняю. Да, девочка сказала, что она узнала нас только из-за прически Славы. Это просто локатор для девочки. Ты становишься популярным. Это они еще твою бороду сумасшедшую не видели. Все, кто видит Славу, говорят Д'Артаньян. Ты что, Д'Артаньян? Катальян. Мы уже покушали, сейчас будем уже уходить. Очень хочется выпить таблетку. Ну, не, у меня, кстати, голова меньше стала болеть. Сейчас, может, в машине вообще пройдет. Не знаю. Классная у меня прическа, да? Я вам не дорассказала. Я в Заре купила себе костюм. Такой же, какой у меня был на фотосессии. Розовый. Самое интересное, что никогда бы не обратила на него внимания в магазине. Но из-за того, что у меня лист предоставила такой костюм на съемку. Он мне понравился. Я подумала, классно. Купила такой же, но я его купила, конечно, не просто так. Я хочу завтра в нем пойти на вечеринку. Такой у меня сумасшедший лук. Я думаю, что мне нужен отдельный лук-бук с моими сумасшедшими луками. Вообще, у меня ноги кожаные, а я такая, типа, дерзкая. Все, вот так вот выходим. Самое офигенное, что наша машина просто через дорогу. Привет, ребята. Впервые показываю за долгое время без макияжа при хорошем освещении. Я думаю, что я уже готова. Вот это все следы. Я знаю, что выглядит не очень. Но это не прыщи ни одного. Уже не знаю сколько, недели-две, если не больше. У меня нет ни одного прыща. Только вот это было. Но если что-то и выскакивает, то оно все очень маленькое и проходит буквально на следующий день. Так что я с радостью заявляю, что я счастлива. Сейчас я протираю лицо тоником, потому что планирую сделать маску. Вот такую от Доктор Джарт. Пока я лечила свои прыщи, я не пользовалась масками никакими вообще. Ну, потому что я не знала вообще, надо ли переводить продукт. Кстати, у них что-то изменилось, потому что раньше тут были другие штучки. Самое странное, что у меня выскакивали вот тут прыщи какие-то. У меня их никогда тут раньше не было. Сегодня у нас грандиозные планы тусить. Сегодня мы пойдем на дыре к Карине Нигай. И самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, что ей дарить. Но потом она испарилась. В приглашении Карина написала, чтобы ей не дарили именно то, что я хотела подарить. Ну, ладно. Понятное дело, я думала цветы подарить и элементы декора. Мы вчера как раз ездили в ТЦ, и я хотела зайти купить ей что-нибудь классное для дома. Тем более, что она сейчас переехала. Но я понимаю, что элементы декора это тоже такая индивидуальная вещь. Кому-то подаришь. Там, не знаю, какой-то плед классный. Он под интерьер не подходит. Поэтому, ну, если бы я что-то такое дарила, я бы, ну, выбирала такие тона, которые точно подойдут. Типа светлое что-то. Ах, жаль. Обломали нас. Сейчас я наношу на лицо вот эту вот жижу. По-моему, я взяла маску сейчас сделать, которую подтягивают. Типа морщинки разглаживать. Я уже старею. Нужно следить за собой. За морщинками тоже. Так, короче, Карина сказала, что в приглашении написала, что у нее аллергия на цветы. Не знаю, так это или не так. Может быть, она просто не хочет, чтобы ей дарили кучу цветов, дарили что-то необычное, другое. Хорошая тактика. Не, я думаю, что, наверное, у нее все-таки есть аллергия какая-то. Вот, потому что я представляю, сколько цветов могут ей подарить. Учитывая, какие классные вечеринки она делает и сколько людей она зовет. Просто эти цветы потом, не знаю, на всю квартиру пахнуть будут. Это, конечно, классно, красиво. Но иногда может быть перебор. Вот, поэтому мы будем дарить деньги. Вот так. Я такая крутая. Так что теперь буду сидеть так. Так, подтягивающая альгинатная криомаска с коллагеном. Как тут не сидеть обычно? Минут 30-40. А, да, 30-40 минут. Сегодня у меня коррекция наращивания ресниц. Вообще, я думала попробовать сделать другой изгиб. Но сегодня я пойду на коррекцию, а не на новое наращивание. Поэтому изгиб другой не получится. Я думаю, попробую сделать изгиб L. Я обычно всегда делаю D. А L, он такой более резкий. Мне хочется сделать что-то в духе стрелки. Типа, чтобы ресницы делали стрелку. В счете, о чем я? Я сегодня встала в 11 сама, без будильника. Все потому, что вчера я вырубилась просто жестко. Не хочется даже рассказывать, но я даже зубы не помыла. Не почистила. Я никогда обычно не забываю. В смысле, это вообще у меня такое. Типа, я это и вчера не забыла. Я лежала, когда я понимала, что я вырубаюсь. Я понимала, что я не почистила зубы. Я понимала, что я не почистила зубы. Но я понимала, что если я сейчас встану, то все уже. Я уже не смогу так вырубаться. И придется лежать какое-то время, еще что-то. Ну, короче говоря. Я решила, да ну нафиг. Вырубилась, не поставила ни телефон на зарядку, ни Айкос. Ну, типа ничего вообще не поставила на зарядку. Кстати, хороший вопрос. Вот, а я всегда все ставлю на зарядку перед сном. Ну и, короче, встала я в 12 сама, без будильника. Я знаю, что 11 это не раннее утро. И типа тут не о чем хвастаться. Но когда ты ложишься очень поздно, каждый день. И тебе тяжело встать там в 12, в час, даже в 2 часа дня иногда тяжело встать. То проснуться самой без будильника в 11. Это реально я рано уснула, вырубилась прям. Не знаю, может быть это потому, что когда мы приехали домой, я выпила спазмолгон. И спазмолгон плюс до этого вино. Получился как снотворный, не знаю. Это, наверное, была не очень хорошая идея. Но зато, когда я выпила венеца, вчера в ресторане, мне действительно стало полегче. По поводу вчерашней вечеринки Кати Адушкиной. Я рассказывала вчера в ресторане. Тоже немножко расскажу. Было прикольно, но, черт возьми, я себя так чувствую. Такой, знаете, типа не в своей тусовке. Существует ли вообще вот эта вот моя тусовка, про которую я говорю? Мне кажется, что нет. Потому что я человек не тусовочный. Все мероприятия разные. Вчера было классно, но, наверное, я была не в хорошем расположении духа, скажем так. У меня голова болела, ну что рассказывать. Было очень много моих хороших знакомых, коллег, с кем я была очень рада увидеться. Но, понятное дело, в формате такой вечеринки, ну, ты как бы не поболкаешь, не посидишь, не постоишь. Музыка очень громко играет. Понятное дело, что, ну, типа, прикольно было увидеться со всеми. У меня нету желания как-то вырваться на танцпол, как-то привлекать к себе много внимания, еще что-то. Такая я в этом плане скромная, мне это все не надо. Я больше домашний человек. Мне прислали фотки с фотосессии, и мне нужно их как-то выбрать, но у меня какая-то проблема с компом. А когда я сохраняю себе что-то с диска, например, на комп, он мне говорит, что невозможно открыть. Я не понимаю, почему, и как мне тогда выбирать. Из-за чего на меня обиделись мои подписчики в Телеграме. Дело все в том, что, ну, те, кто из Телеграма, они в курсе, те, кто следят, слушают все. Чувачок, который не возвращает мне деньги. Я сняла видео про него, которое отправила юристу. У нас с таким лицом, конечно, очень классно рассказывать такие истории. Отправила юристу это видео. Юрист мне сказал, что нужно вырезать все переписки и так далее, и тому подобное. Я все это вырезала, и как бы получилось так же неплохо. Потом я отправила это видео тому чувачку, который меня кинул. Он мне сразу позвонил и как бы сказал, что, типа, ну, все, вопрос закроем, все-все-все, типа, я понял. На следующий день он отдал мне 30 тысяч. Потом тишина. Я ему как бы говорю о том, что... То есть это, знаете, как такое, типа, ну, на-на, только отстань. Чувак, отдай все, что ты должен, и все. Я отстану, клянусь ей Богу, ты мне вообще не нужен. В итоге я ему сказала, что жду до понедельника, до 6 часов, чтобы ты закрыл вопрос. То есть было там, не знаю, 3 дня на это давалось, если не больше даже. То есть вообще с момента, как я отправила ему видео, там, не знаю, пришло дней 5 точно. И он как бы все равно не зашевелился. То есть, я не знаю, меня поражают люди, которые ничего не боятся, им на все плевает. Ну, типа, очень странно. Прям очень странно. И я ему написала, что, ну, типа, ты жду до понедельника, до 6 часов. То есть с намеком на то, что, как бы, закрываем вопрос и все. Если нет, то, как бы, ну, я выставлю видео тогда, ну, а что мне делать? А что, что я могу поделать-то? Если по-другому, ну, невозможно достучаться до человека. Понедельник я ему пишу. Понятно, типа, короче, тебя все устраивает, ты, ну, все окей. Он такой, нет-нет, типа, все-все, типа, короче, туда-сюда, позвонил мне, все, типа, рассказал. Там, я не знаю, еще он, может, какой-то лапши мне на уши навешал, я уже не знаю. А в итоге он попросил, типа, отсрочку, еще что-то. И я такая, окей. Из-за чего на меня как раз люди разозлились в Телеграме, то, что я ему даю еще 100 миллионов шансов. Дело в том, что, как говорить, не то, что с паршивой овцы, хоть шерсти клок, но он все-таки отдает деньги, хоть и по частям, хоть и каждый раз с какими-то нервотрепками. То есть, ну, вот сегодня, например, утром и вообще сегодня, да, он должен был закрыть уже весь этот вопрос. Понятное дело, человек опять никуда не торопится. Но я и он, мы друг другу обозначили, что сегодня крайний день. И я не знаю, что мне делать с этим человеком. Он мне скинул вчера или позавчера 50 тысяч еще. То есть, по сути, он мне остается должен, получается, 210 тысяч из 350. Короче, я написала подписчикам, они были в курсе в Телеграме. Я говорила, что, типа, в понедельник в 6 часов либо выйдет видео, либо мне вернут деньги. Ничего не произошло из этих двух вариантов. А я просто еще раз дала человеку шанс. На меня все разозлились. Начали писать то, что я, типа, как тот чувак, их завтраками кормлю и все такое. Я понимаю, что люди хотят зрелищ. Люди хотят видосов. Люди хотят, я не знаю, разоблачения, еще чего-то. А я просто хочу свои деньги. И сказать честно, я знаю, что с этой маской надо лежать, потому что она тяжелая и тянет лицо вниз. Все на меня разозлились. Начали мне писать, что я плохая. Что я над ними издеваюсь, над подписчиками. Что я им голову морочу, как этот чувак, который морочит голову мне. И я записала кучу кружочков, голосовых, что, типа, ребят, честно, ну, типа, мне вообще все это не надо. Кто-то потом начали меня обвинять в том, что я хайплюсь на этой теме. Я начала тоже говорить то, что, ну, окей. Во-первых, я сказала, типа, окей, хотите, думайте так, что я на этом хайплюсь. Ну, блин, это же так похоже на меня. Я же постоянно хайплюсь на таких каких-то вещах. Вообще, я люблю хайп. Короче, то, что кто-то предположил, что я хайплюсь, меня это не обидело, потому что мне пофиг. И, как бы, я знаю, что я не хайплюсь. И, наверное, так подумали люди, которые не знают меня. Я не знаю, как бы, что, почему они такой вывод сделали. Я даже скинула в Telegram скрин о том, что я действительно переводила такие деньги. Не знаю, зачем я кому-то что-то доказываю. Но просто раз уж так вышло, что я начала рассказывать эту тему, ну, как бы, мне неприятно, что так вот. Ну, короче, ладно, в Telegram мы уже помирились все, уже решили этот вопрос и закрыли эту тему. Просто рассказываю вам то, что вы пропустили, какие вы страсти пропускаете, пока не подписаны на мой Telegram. У нас там были вообще жуткие разборки. Я просто сижу и жду свои деньги. Ну, типа, у меня нету такого уж, типа, ой, всё, вай-вай, минута у тебя остаётся. Если не пришлёшь, выставлю. Я объяснила подписчикам, что мне проще дать человеку шанс, если он хоть по каким-то частям всё-таки отдаёт мне деньги. Он же всё-таки отдаёт мне деньги. Да, мне приходится каждый день ему писать, что-то там напоминать. Хотя, казалось бы, уже верни и закрыли тему. Во-первых, я человек добрый. Это не значит, что этим можно пользоваться, потому что я добрый только вот в том плане, что я готова дать человеку шанс. Но ведь эти шансы, они тоже имеют свойство кончаться. У нас уже с этим чувачком другие отношения. Раньше я ему писала, когда что-то я писала его имя вначале. Типа, привет, когда? Сейчас я даже не пишу ему что-то там. Привет, я пишу, когда? Ну, короче, то есть градус возрастает. Градус моей злости, скажем так, на всю эту ситуацию. При этом я спокойная, абсолютно спокойная. Потому что просто уже настолько надоело. Но я жду. И мне хочется, чтобы человек, понятно, что не всегда бывает так, как мне хочется, но мне хочется, чтобы человек просто закрыл этот вопрос, чтобы я удалила это видео, никуда-никогда его не выставляла и так далее. Я сказала людям в своем телеграме тоже, что я не знаю, что для него будет это видео. Может быть, пофиг. Вообще пофиг. А может быть, для него это будет, я не знаю, фатально. Я, конечно, так выразилась еще в телеграме, что я не знаю, вдруг после этого видоса он вообще там, блин, от голода умрет. Ну, типа, не то, что уж как бы реально, это так утрированно я имела в виду, но в том плане, что я не хочу брать на свою душу какой-то грех. Я не хочу, чтобы человек ходил, потом проклинал меня. Понятно, что он сам виноват, что такая ситуация получилась. И то, что он не хочет ее скорее решить, закрыть, хотя он мне говорит о том, что я хочу это скорее закрыть, решить, я не знаю. Опять же таки, если бы он не вешал мне лапшу на уши постоянно и не говорил то, что все, сегодня 100%, сегодня 100%, а потом ничего, у меня было бы другое к нему отношение. Ну, потому что, ну, как бы реально, он мне доказывает, говорит, ну, как доказывает, без доказательств, просто на словах, говорит о том, что его самого кинули, и он, типа, отдает из своих денег мне эти деньги. При этом ни одного доказательства, ну, как бы меня это не сильно волнует, реально, да, то, что его кинули. Это, конечно, плохо, если это так, но он-то первый меня кинул, получается. И что мне теперь? Короче, он мог спокойно выделить время на то, чтобы со мной пообщаться, встретиться, как-то обсудить все, показать какие-то доказательства. Он мне записал, что все, типа, завтра, крайний день, все, сегодня крайний день. Я ему, на что я ему написала, что да, сегодня крайний день, договорились. На самом деле, еще, почему, типа, мне нет смысла на этом хайпиться, потому что у меня нет желания выставлять это видео, которое я про него сняла. И, типа, в чем тогда хайп-то? В том, что просто я рассказываю, что меня кто-то кинул, вот это хайп. Вау. Я сразу, знаете, какой-то звездой прям стала, прям миллиарды подписчиков у меня, потому что я так хайп, мне все вообще, с ума сойти. И, на самом деле, я на это намного больше времени потратила, хотя, нахер, мне это не надо все было тратить на это время. Ну, имеется в виду, что я бы лучше недели влогов поснимала и не заморачивалась. И, типа, так тупо. Я потратила деньги на юриста, потратила время, чтобы снять это видео, чтобы смонтировать это видео, отправить юристу, дождаться, перемонтировать, загрузить, отправить. Ну, короче, типа, вот, какой хайп. Вай-вай. Ребята, вы бы видели мой лук. Мы приехали на день рождения Карина Нигай. К нам вот сюда. На какой-то 80-какой-то этаж. Субтитры сделал DimaTorzok Hey, hey, hey I just wanna see you on my new grave Hey, hey, hey I just wanna see you on my new grave Before you turn around and walk away Hey, hey, hey I just wanna see you on my new grave Ребята, вот и закончилась вечеринка. Точнее, она, не знаю, закончилась она или нет, но мы с ней уже ушли. Сейчас час ночи. Даже уже час 36. Мы со Славой хотели заехать в Хинкальню. Я туда позвонила. Мне опять сказали, пошла нахрен отсюда. Мы уже второй день пытаемся туда попасть и там покушать, но мест нет. Представляете? Ну, понятно, что сегодня пятница. Пятница, ночь, все тусят, сумасшедшие. Поэтому мы заехали в Макдональдс. Так вкусно кушается после выпитого алкоголя. Слава не пил. Офигенный день. Хороший. Как цветутся? Отлично. Там еще винтаж выступали, плохая девочка. У меня прям отличное настроение. Столько ребят классных увидела, знакомых. И познакомились столько с кем. Прям офигенно. Ой, у меня живот ручит заново. Привет, ребята. Сегодня новый день, третий день. После бухача, суббота, мы приехали погулять в парк с Вивочкой. Сегодня у меня такое настроение, просто отдохнуть. Чуть-чуть накрасилась, чтобы не выглядеть как бомж опухший. Мы гуляем в парке. Уже погуляли. Идем к выходу. Я дышу свежим воздухом. Тут особо воздуха прям свежего не ощущается. Хотя не знаю, дают ли что-то деревья. О, вот это покажи. Это ботинки, типа. Вчера мы тусили на днюхе Карины. Было классно. Вернулись мы домой, не знаю во сколько. Но ушли с днюхи мы где-то в час ночи. Еще потом поехали в Макдоналдс. А, ну в очередной. Ой, ну все, рассказывать нечего. Сегодня я буду дома отдыхать, выбираться, кайфовать. Шок новости пока рассказывать не буду. Шок контенты. Но мои подписчики в Телеграме особенно, да и думаю, и вы тоже примерно можете догадываться, что за шок новости могут быть, не могут быть, не знаю. В общем, ждите. Завтра расскажу, завтра. Завтра сто процентов расскажу. Так что вот, идем домой отдыхать. Надушилась духами в машине, забыла дома это сделать. Привет! Я не знаю, какой уже день, я запуталась в числах, в днях недели. Я просто схожу с ума. Искренне заявляю, месяц март выдался очень тяжелым для меня. Тяжелым морально. Я прям от всей души хочу сказать, что я устала. Морально. Физически у меня нормально, сил полно. Но вчера у меня была фотосессия, до этого у меня еще днюхи, тусовки были. Я прям, прям вот сумасшедший месяц. Мне очень нравится этот месяц по всяким движухам. Но в этом месяце у меня просто, просто жесть. Я не знаю, у меня давно реально такого не было. Я думаю, что вы знаете всякие разные события в моей жизни. Во-первых, сейчас у меня кончается контракт с моим агентством рекламным. И, ну, как бы я буду уходить в другое агентство. Но об этом еще позже расскажу и так далее и тому подобное. То есть, в моей жизни прям действительно очень много сейчас перемен происходит. Грядут перемены. И, ну, я рада, в принципе. Знаете, лучше, когда что-то меняется в жизни, чем когда все стоит на одном месте. Вчера у меня была автосессия с Настей и Фет. Мы офигенно провели время. Помимо того, что мы пофоткались, сделали что-то полезное, также мы сделали что-то приятное. Мы очень давно не виделись. Пошли потом с ней в ресторан. Еще заезжали к моему папе на ее машине. Что-то там какая-то фигня ее интересовала. Если вдруг кому интересно, кому надо починить машину, покрасить, что-то такое сделать, то обязательно обращайтесь в салон автосервис к моему папе. И вам там все сделают от души, душевно в душу. Ну, вы поняли. Так что я уже туда своих друзей всех привела. Все, кто там обслуживался, очень довольные. И поэтому я думаю, что вы тоже останетесь довольны, конечно же. Так что, да, потом мы поехали в ресторан, в депо сидели. Кто в Москве в курсе? В ресторане Крабы Кутабы. Потратили там кучу денег. Но не кучу денег, но нормально. Потратили, выпили где-то по 3 или 4 бокала вина. Сухого причем. Ну, вы знаете, я это полусладкое люблю. Ну, сухое тоже было неплохо. Стейк там кушала. Но что-то как-то он мне не очень понравился. Ну, наверное, ресторан, в принципе, больше специализируется на каких-то крабовых изделиях, рыбных. Там даже хинкали с крабом были. Но я не рискнула их себе заказать, потому что не хочу. У меня хинкали только с мясом. Только с мясом. Но не с крабом, короче, а с этим. Что там? Семина, баранина, что туда входит. Я сейчас еду в студию к Карине. Она находится на Мариной роще. Мне туда ехать нормально так. Я уже еду минут 20. И еще полчаса мне ехать. Хотя, по сути, ну, как бы без пробок я бы туда доехала минут за 25, наверное. Но с пробками, конечно, больше получится. И еще не факт, что пробки не будут увеличиваться. Мой мозг взрывается. Просто взрывается. По поводу чувака, которому у меня разборки пинтерские. Который все это время мой мозг выносил. Не возвращал мне денежку. Я с ним уже не общаюсь, если что. Я с ним не общаюсь. С ним теперь общается мой папа. Не знаю, я, наверное, никогда не рассказывала. Ну, как-то и смысла не было. У меня папа раньше во всяких тусовках крутился. Ну, как-то крутился с звездами разными. Работал и участвовал в съемках клипов. Именно не как, что он там актер какой-то или модел. Нет, он именно занимался всякими техническими моментами. Какими-то организационными моментами. И я вот даже помню, это просто такая предыстория. Я даже помню, снимали клип Кайметову. Ну, наверное, молодежь не сильно в курсе, знает что-то как. Но раньше Кайметов очень был популярный. Хотя я никогда не была фанатом его творчества. Но наверняка песни какие-то слышала. Ну, короче, это для более старшего поколения, наверное, прям... О, да-да-да. Ну, короче, снимали клип Кайметову. И я на тот момент уже увлекалась ютубом, фотками. Но не так, что прям сильно. И я помню, что папа меня взял с собой. И, кстати, клип Кайметову тогда снимал Юра Волев, который снимал мне клип «Почему?». И он же вообще является Юра Волев крестным моего брата Тимура. Ну, короче, те, кто смотрят за мной давно, знают, смотрели бэкстейдж-съемок моего клипа «Почему?», то вы тоже знаете, про кого я говорю. Помню, что я там тоже типа фоткала бэкстейдж что-то такое на свой фотик. Тра-ля-ля. Ну, типа, прикольно, классно. Короче, вся эта предыстория к тому, что у меня отец раньше, ну, крутился в этом шоу-бизнесе. Много кого знают тоже. И так вышло, что мой папа хорошо общается с человеком, не знаю, как его зовут, друг его какой-то, знакомый, который знает чувака, который меня кинул. Ну, суть в том, что вот, казалось бы, да, такая большая Москва, ещё что-то и так далее, но встретить человека, с которым у тебя есть там общий знакомый, ещё что-то, на самом деле несложно. Это даже если говорить про нас со Славой, мы с ним познакомились через нашего общего друга, знакомого Кирилла Семина, который сейчас является менеджером Карины, и я его знаю много лет, и мы со Славой когда обсуждаем, типа, то, что, ну, если там когда свадьба у нас будет, один из первых людей, кого мы обязательно позовём, это будет Кирилл, потому что если бы не Кирилл, мы бы со Славой не познакомились. Ну, может быть, познакомились, но, ну, не при таких обстоятельствах, или, может быть, мы бы не начали встречаться после какого-то нашего другого знакомства. Ну, в общем, да, жизнь очень интересная штука, и всё, что происходит в этой жизни, все знакомства, они не случайны, это сто процентов. Ну, короче, к чему я всё это веду? Я больше не общаюсь с тем человеком, который не возвращает мне деньги, хотя он мне их постепенно возвращает. Проблема моя заключается в том, это и моя проблема, и моё, может быть, какое-то, типа, благословение, я не знаю. Я очень добрый человек, и я думаю, что мои подписчики, ну, люди, которые меня знают, они знают, что, ну, мне, во-первых, никогда ничего чужого не надо, во-вторых, ну, реально, я всегда людям даю шанс, всегда даю какую-то возможность как-то исправить ситуацию, как-то наладить отношения. Ну, то есть я такой человек, я не вижу смысла, там, ругаться, мне не нужны какие-то враги в моей жизни, ну, типа, я не конфликтный человек, я со всеми стараюсь всегда сохранять хорошие отношения, или если мы с человеком, там, очень разные, не можем дружить, найти какой-то общий язык, то я просто, ну, отделяюсь от этого человека, не общаюсь с ним. У меня есть такие знакомые, друзья, и даже среди блогеров есть такие люди, с которыми я, ну, не хочу общаться, но при этом мы не ругались, не ссорились, но просто не хочу общаться, потому что, ну, не мой человек, и, ну, в общем, это не суть важна. И суть заключается в том, что, я думаю, многие из вас видели, что у меня на канале было какое-то время открыто видео про человека, который меня, ну, кинул, это странно, потому что, не знаю, как это назвать, не кинул, развёл, что-то такое, развёл меня на деньги, у меня было видео открыто какое-то время про этого человека, многие видели, потом я его закрыла, потому что, ну, как сказать... Я не знаю, я никогда не знаю и не понимаю, зачем люди сами себя вот в какие-то такие неприятные нервные ситуации запихивают, засовывают. Мне это непонятно, когда всё можно всегда решить спокойно, адекватно, по-дружески, по, не знаю... И почему-то некоторым людям не хватает просто элементарно мозгов на то, чтобы пообщаться, поговорить, обсудить какие-то моменты, я не знаю... И вот это один из таких случаев, когда я человеку действительно давала очень много времени, шансов, и присылала это видео по закрытой ссылке ему, и мне показалось, что, ну, как бы, всё, он, наверное, уже понял, что, ну, типа, я не шучу, я ему сразу сказала, что я не оставлю это так, ну, давай решать вопрос мирно, потому что, потому что, как я в своём телеграмме даже рассказывала подписчикам, у меня нету золотой середины. Я либо очень добрый человек, терпеливый, либо я очень, ну, не то что злой человек, но буду идти до конца. Ну, как, я не знаю, как это объяснить. Если меня вывести, если меня разозлить реально, это не то, что я кому-то угрожаю, нет, просто реально, я такой, ну, у меня такой характер. Если меня разозлить и реально вывести из себя, вытрепать мне все нервы, ну, я никому не пожелаю такого врага в себе, как я. Потому что я либо очень добрая, либо очень злая. Не то, что там у меня в жизни есть такое, типа, я буду мстить, нет. Я всегда говорю, что есть суд божий, ну, я как бы в это верю, да, поэтому, ну, типа, я не буду, там, какой-то судьёй. Если человек что-то плохо сделал, ну, жизнь его, там, накажет, скажем так, жизнь бумеранг, всё вернётся. То есть я не беру на себя, там, какую-то ответственность, что-то там, где-то там, как-то там. Короче, я этому человеку давала очень много шансов, времени на то, чтобы закрыть эти вопросы, на что у меня просто вешалась постоянно лапша. Эта тема меня изрядно прям за***ла, по-другому даже сказать не могу, извините, просто другого выражения у меня нету на эту всю тему. И, конечно, кто-то думал, что я хайплюсь, кто-то в Телеграме предположил, что ничего такого нету, никаких этих вообще историй не существует. Ну, типа, это не так. Я вообще-то не хайплюсь обычно на каких-то... Я вообще не хайплюсь в принципе. То есть всё, что в моей жизни происходит, это либо происходит, либо этого не происходит. Типа, это не тот вариант, что там что-то случилось, я такая, why, why, что-то случилось, и делаю из этого какую-то проблему для того, чтобы привлечь внимание. Я вообще такой человек, я бы эту историю не выносила, скажем так, на общее обозрение, и, в принципе, до сих пор она ещё максимально, насколько она может быть, вынесена, не выносилась. Хотя у меня просто... Я открыла видео, там на данный момент, по-моему, 14 тысяч просмотров. Это, я не знаю, сколько по времени было открыто видео, полчаса, около часа, не знаю, время летело очень быстро на тот момент, потому что я, конечно, ну, я понимала, что всё. Ну, как бы всё. Война началась, похоже. И даже в тот день я давала человеку время, ждала, написала смс-ку, что-то в духе. Ну, я тебя понял. Ну, ладно, что поделать, если не хочется как-то вопрос решать, я всё. Как бы предупреждала, ну, что я это не оставлю. И только после того, как открыла я видео, он мне начал названивать. Я не... Ну, типа, мне вот эти вот разговоры, мне вот это уже всё не надо. Я понимаю, что лучше не разговаривать с такими людьми, особенно если, типа, ты добрый. Потому что вот эти вот, там, пожалуйста, закрой, там, не закрой, они мне не уперлись. Я уже, ну, устала это слушать. Поэтому... Поэтому... Просто... Просто этот вопрос начал решать мой папа. И с ним обсуждать это всё уже, решать и так далее, и тому подобное. Потому что я добрая, и, может быть, как девочка, да, он чувствует, что я такая, типа, ой, ну, ладно, ну, давай. С моим папой, ну, не прокатит такая история. Поэтому у нас всё ещё идут каждый день какие-то переговоры, каждый день какие-то обещания. И, ну, я не знаю, до сих пор не знаю, чем эта вся история закончится. У меня это просто изорядно достало всё. В телеграм-канале своём я извинялась перед подписчиками своими за то, что происходит. Какая-то вакханалия непонятная. Я сама в этой ситуации не рада находиться. То, что я там, ну, говорю загадками, да, рассказываю что-то, что-то не рассказываю. Открываю видео, потом закрываю. Ну, и ещё раз перед вами извиняюсь. Ну, у меня, ну, не знаю, это один из вариантов, скажем так, каким образом я могу вернуть свои средства, которые я хочу вернуть. И если, ну, человек не может мне их отдать просто нормально, по-человечески, то, ну, мне просто приходится действовать какими-то такими способами. И, конечно, моя аудитория, мои подписчики — это не просто люди, которые там посмотрели, комменты оставили. Я знаю, что именно благодаря моим подписчикам я могу... То есть вы, по сути, как мои защитники в любом случае, в какой-то степени вы можете мне очень сильно помочь, даже сами не подозревая об этом. Ну, как бы я понимаю, что моя аудитория — это моя сила, моя аудитория, мои подписчики — это, ну, какая-то моя власть, скажем так, как бы странно это не звучало. Но, по сути, я как СМИ, и какие-то такие новости, которые я могу выставить, они могут стать для кого-то очень фатальными. Если что, я не имела в виду, что, типа, там, у меня власть над моими подписчиками. Нет, я имела в виду то, что благодаря вам у меня есть возможность иногда, да, дай бог, чтобы таких ситуаций не было в моей жизни, но осаждать, осадить какого-то упыря, который вымораживает весь мой мозг и, может быть, предостеречь кого-то ещё. Я думаю, что вся эта история, она такая необычная. И я просто прошу вас прощения за то, что я где-то вынесла ваш мозг, потому что я знаю, что вы тоже все ждёте, и вам интересно, и тоже переживаете за меня. Я вам очень за это благодарна, правда, потому что я не знаю, ну вот... Да где он? Короче, я вам очень благодарна, правда, спасибо вам огромное за терпение, и за комментарии, и за то, что вы со мной, и за то, что поддерживаете. Ну, бывает такое, я не знаю. Всё это очень как-то тупо, блин, получилось, и я, честно, я очень хочу куда-то поехать отдыхать. И тут я вспоминаю, что у меня заканчивается загранпаспорт, и мне нужно заморочиться этим вопросом. Я постоянно не могу на это найти время. Ну, короче... Я думаю, что это будет последнее видео в марте. Я очень сильно хотела в этом месяце снять побольше влогов, побольше каких-то видосиков классных, интересных. Но это был такой тяжёлый месяц просто. Я за этот месяц три раза обращалась к юристу. Кошмар просто. Сколько раз. Была у врача. Кстати, мне к гомеопату скоро. Посмотрим. Но по поводу моей кожи, я думаю, что всё и так видно. Всё, слава богу, фу, хорошо. И посмотрим, что там дальше, что там у меня в животе, потому что он же мне пробиотики назначал. Сегодня у меня деловая встреча будет. Это касается моих рабочих моментов, ну как сказать. И это хорошо. Я очень надеюсь, что эта встреча пройдёт хорошо. Она точно пройдёт хорошо, но что получится из-за этого, я пока не знаю. И мне очень хочется, чтобы всё получилось, чтобы я могла работать с этими людьми. Но пока не знаю. Мир блогеров сложный. Там свои нюансы. И очень много разных агентств. И меня много куда зовут. Хотя я нигде не говорила до этого момента, что я покидаю своё агентство. Покидаю звучит странно. Сложно. У блогеров свои заморочки. Моменты, где лучше, где проценты лучше, где комфортней, где люди приятней. Ну, в общем, да. Всё это сложно. И надеюсь, что всё будет хорошо. В общем, ладно, еду к Карине. Я с вами уже очень много заболталась. Хотя я в пробках стою, поэтому что мне, по сути, ещё делать? Кто-то звонит. Короче, я приехала в студию к Карине фоткаться. Ну, вы знаете об этом. Вот такой у меня секси нарад, мои хорошие. Извините за такое горячее платье. Очень не хотела вас сводить с ума. Блин, красиво. Может, зеркало сфоткаться? Да, да, очень красиво. Ботинки у меня, конечно, такие грубоватые, наверное. Слушай, а у меня же куча туфлей. А у тебя больше размер, чем я. У тебя какой размер ноги? 30, но я больше, может, я так лезу. У меня 38. Может, и влезу. Как делается селфи на дикой природе? Самка берёт своё оружие, направляет камеру, делает губки пю. И делает много-много селфи. А зачем ты так пятую точку отставила? Что? Что это значит? Что? Как все девочки подключатся. Студия очень красивая, балдёжная. Я за ней охотилась очень долго, чтобы в дневное время попасть сюда, записалась за месяц. И вот, и вот мы здесь. Блин, на самом деле, в этой студии что хорошего? Только вот это и вот это. Нашли просто два декора, остальное вообще до фини. Ну, в целом кайф. Нет. Так, ребята, концовка моего видео не такая наряженная, как была я на протяжении всего видео, и на дне рождения, и на праздники, и на студии. Тут я своя, домашняя, в халатике тёплом, с Вилочкой уже поужинала, вина попила. Завтра у меня тоже съёмочка будет. И первое число поеду, во-первых, к врачу, а во-вторых, пойду снимать свои длинные ногти. Они у меня уже жутко отросли. Посмотрите, запомните. Пока не знаю, что буду делать. Напишите в комментариях, как вы думаете, что мне делать с ноготочками. Я думаю, тоже что-то яркое, может быть, попробовать. Но обычно я себе напридумываю, в итоге делаю совершенно другое, поэтому не знаю пока. Так что вот так вот заканчивается март. Я устала за этот месяц, я об этом уже говорила. У меня доканал. Хочется какого-то отдыха. Я думаю, что я его обязательно получу, просто позже. Сейчас я сяду за монтаж этого видео. Сейчас почти уже час ночи. Уже 31-е, поэтому, не знаю, надеюсь, что сегодня выйдет у меня влог. Встреча прошла хорошо. Все прошло хорошо. Пока что ничего рассказывать не могу, не готова, но скоро, скоро я вам столько всего начну рассказывать, что у вас и мама, может, не зайти. Я не знаю, что будет сегодня, 31-е, потому что мы все еще даем всякие шансы, попытки, оттягивание времени и так далее человеку, который должен вернуть мне мое. Ну, я до поры до времени терплю, потом я начинаю злиться уже сама, и в этот момент я уже становлюсь очень хладнокровным человеком, поэтому не знаю. Не знаю, как сложится, не знаю, что будет, как будет, но следите за моими историями в Инстаграм, за моим Телеграмом. Обязательно все ссылки вы найдете в описании. Все можно будет узнать там от первого лица, скажем так. Я там все вопросы поднимаю, обсуждаю, поэтому не теряйте, короче, информацию интересную, которая может быть вам интересна, и вы переживаете. Я вам очень благодарна за то, что вы переживаете, тоже за меня я знаю. Всех люблю, на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, что влог получился интересный. Я редко выпускаю такие влоги, которые совмещены с кучей разных дней, мероприятий, но вот так вот вышло. Я очень сильно устала в последнее время, и у меня хватало сил только на то, чтобы снимать какими-то отрывками, не снимать целый день, поэтому надеюсь, что... Надеюсь, что вам понравился такой влог. Вот. Буду стараться снимать больше видосов в новом месяце. Надеюсь, что у меня это получится. У меня еще куча заморочек, у меня заканчивается загранпаспорт, мне надо его сделать. Короче, вообще кошмар. Как это все успеть? Ну, надо как-то успеть. Как-то успею, куда деваться. Ну, надо заморочиться. Наверное, после первого числа возьму себе выходной. Ну, как выходной? Домашние дни, когда будем снимать реакции. Все, это уже выходной, потому что сейчас я замоталась. В последнее время это не похоже на меня. Обычно я больше провожу время дома, а тут я прям такая, так, надо работать, надо заморачиваться, нужны съемки. Пока что у меня не пришли фотографии ни с одной съемки, которые у меня были, но пришли, я их отобрала, поэтому просто жду, когда их фотографы сделают. Но скоро в моем инстаграме появится много классных фоток, так что ждите. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы. Спасибо, что смотрели это видео. Обязательно ставьте лайки, пальцы вверх. Всех люблю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok